Всем привет! У меня вышло солнышко, хочу поделиться своей радостью и показать эти прекрасные орхидейки, как они красивы на солнышке. Посмотрите, какая прелесть. Это орхидеечка, не знаю, как ее называется. Морозная вишня, мне сказали в магазине. Ну, как она на самом деле называется, не знаю. Посмотрите, какая красивая орхидеечка. Как ее показать? Еще не передает камера? Вот так вот. Она прям переливается, как сахарная. Красота такая, она восковая. Темно-темно. Такая бурячковая. С черными прожилочками. Очень красивый сорт орхидейки. Мне много написали в комментариях, как ее название. Ну, хотелось бы четко узнать. Ее назвали и Катрин. По-разному. Вот пишется на горшочке цифры. Ну, а толку от них никакого. Сейчас покажу. Вот белая орхидея. Какая замечательная. Сейчас башмачок уберу в сторону. Немножко мешает. И покажу, как на солнышке отражаются другие мои орхидейки. А то сейчас зимний период. Очень хочется уже солнышка, света, яркого. Смотрите, это Беглип. Замечательный сорт на солнце. Видите, он красивый, красивый. Уже он сбросил свои цветочки. Было восемь цветочков. Осталось три. Ну, очень красивые, замечательные цветочки. Посмотрите, как они смотрятся. У них такая форма необычная, красивая, красивая. У Беглипа был очень длинный цветонос, тяжелые цветочки. Поэтому я в горшочек поставила камни вот такие вот. Утяжелила на одну сторону, чтобы он не перевалился на бочок. Посмотрите, здесь колода. Какая красавица растет. Она еще не собирается сбрасывать цветочки. На нее солнышко пустилось. Это мультифлора. Она будет разветвлять свои цветоносики. И продолжать свое цветение. Также желтая орхидеичка. Вот замечательно. Это, скорее всего, сога. Потому что она восковая. Запах имеет. Очень красивая орхидейка. А точно сорт тоже не знаю. Колоду точно знаю от Миккиона. И вот такая у меня еще одна. Давно цветущая. Она еще ни одного цветочка не сбросила. Это я еще ее купила до Нового года. Она такой цвет необычный имеет. На камере она сиреневая. А в самом деле она розовая. Такая красивенькая, красивенькая, замечательная. Показать бы вам этот розовый цвет. А он чего-то с сиреневым показывается. Я думала, на солнце она будет уже иметь свой оттеночек. Но все равно, видите. Она такие прожилочки красивые имеет. Внутри крапочки такие хорошенькие. В общем, так смотрится красиво. Вот это вот сорт фирмы Орхидея Декорум. Очень хорошее у них растение. Посмотрите, какая у них корневая замечательная. И корни воздушные такие. И стволик хороший. Очень хорошее растение. Вот это тоже Декорум была фирма. Вот это желтенькое. Все, обзорчик краткий я сделала, пока светит солнышко. А сейчас приступим к нашим реанимашечкам. И вот такой замечательный уголочек у меня здесь в спальне. Мои орхидейки меня радуют своей красотой. И здесь же башмачок растет. Я себе оставила маленький башмачок. Хорошие цветущие башмачки пораздавала. Ну, пускай отрастает этот маленький. Дождемся от него тоже цветения. А также у меня еще здесь есть такой беглипчик расцвел. Красивый. Серединка у него беленькая. Язычок кончик беленький. А сам он такой бордовенький. У него тоже листья огромные. Посмотрите, какие листья. Он как слоник такой большой. Как-то на бочок перевернулся. Потому что он стоял в одну сторону и весь перевалился на бочок. Но это не беда. Главное, чтобы он хорошо себя чувствовал. Но это моя черная фидейка. Я не могу не налюбоваться. Посмотрите, какая она красивая. Все равно камера не такой цвет передает. Она вот такая вот темная, темная, еще темнее. Малинового в ней нет. Она красная. Темно-красная. Вишневая такая. Ну, никак не малиновая. Больше даже темнее, чем мой ноготь. Ну, камера все равно искажается. Ну, ничего. Раньше росла в перлете. Я хочу вам ее показать. И хочу, наверное, достать ее. И посмотреть, какие там корни. Смотрите. Видите, какой растущий большой корешочек. У нее все нормально. Тургер отличный. Листики жесткие. Их тоже не мою. Протираю иногда щеточкой. Но не мою. Я не хочу ее потерять. Это черная орхидейка. Видите, я подписала. Черная такая, как бабочка каменной розы. Еще чернее каменная роза с прожилками. А это именно темная. Вот. И у нее такая неприятная новость. Я никак не возьмусь решиться за вот это. Посмотрите, какая у нее напасть. Что делать с орхидейкой. Посмотрите, что с ней творится. Что это за пупырышки? Это корни или что это? Срезать этот лист или нет? Растет новенький лист. Она у меня наращивает корни в перлите. Растение крепкое. Вроде бы выживет. Вот этот лист вялый. Этот вялый. Этот срезанный. Тверденький. 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 И этот шикарный. Но этот лист в ужаснейшем состоянии. Не знаю, что это такое. Срезать его или лечить чем-то. Я уже насмотрелась, начиталась в форумах. Наговорилась с девочками. И пришла к выводу, что надо срезать этот листочек. Потому что если эти поры откроются, это никому не нужно. Они разлетятся по всему дому на другие орхидейки. И все начнет грибковыми заболеваниями болеть. Вот смотрите. Одна уже созрела. И вот побелела немного. Я сразу думала, это какие-то корешочки растут. Думаю, ничего себе, какой-то новый сорт орхидеи у меня. Класс. Пускай растут корешочки. А теперь, я уверена, уже на 100%. Видите, после вот этого, как оно открылось, ковырять их нельзя. Можно мазать зеленкой, максимум. Я, наверное, рисковать не буду. У меня такая черная орхидейка одна. Это сортовичок. Посмотрите, какой он у молодой листик пустила в рост. Если я потеряю этот листик, ну так и будет уже. Ну что ж сделаешь. Зато спасу и эту, и другие орхидейки. Вот я взяла ватные тампончики. И вот такое у меня лезвие. Сейчас протру его. Протру я его, знаете, чем? Спиртом. Так как это серьезное какое-то заболевание. Не хочу я новых заболеваний, чтобы она подхватила у меня. Поэтому лезвие протру. Кончик лезвия. Хотя и новое поменяли. Я протру спиртом хорошо. И будем срезать мою красавицу. Жалко мне этот листочек. Ничего не поделаешь. Лучше спасти орхидейку один раз, чем потом спасать все орхидейки. Вот так вот приступим. С какой стороны к ней подойти. Вот по вот эту часть. Ну уже будет некрасиво. Но что сделаешь? Посмотрите. Я ж так радовалась. Думаю, ну что себе. Я вот так срежу листочек. Поставлю. И она корешками будет расти. Я думала, это новый вид какой-то орхидеи. Ну зря, зря, зря. Но зато я спасла и другие свои орхидеи. Видите? А край вот этого листочка, который я обрезала, дальше нет у нее ничего. Видите? Чистенький он будет. Сейчас покажу. Этот сильно плотный. Тоже, видите, он был поломанный. Я купила реанимашку, но она сильно была красивая. Я была вынуждена ее купить. Видите? Он чистенький. Там нету никаких бугорочков. И этот лис пошел в рост. Корнишочки, корнишочки растут, раскуклившиеся. Все у них в порядке. А срез я обработаю перекисью водорода. Заливать я не буду. Пшикалки у меня нет. Тоже перекисью водорода. У меня была такая, как пшикала. Я на тампончик. Зеленкой тоже не буду, ничем, ни спиртом. Не хочу обжигать. Вот так приложу. Ваточка слишком мокрая. Так приложу. И все. Срез я обработала. Видите? И вот так я избавилась от распространения грибкового заболевания. Надеюсь, не будут мои орхидейки болеть грибковым заболеванием. Я хотела ее пересадить, показать вам корневую. Но, наверное, не буду ее трогать, так как я ей так срезала все. Давайте это отложим на следующий раз. Я ее повредила. Считайте, она сейчас будет заживлять эту раночку. Но так нигде больше этих нет. Я так осматривала ее. Ничего нет. Все в порядке. Вот. Листики у нее плотные, хорошие. Вот этот еще немножко тургор теряет, то опять набирает. И вот так она стоит в двойном горшочке. Я сюда наливаю водичку тоже для влаги. И она стоит у меня на вот этой полочке. Это у меня полочка для реанимашек. А вот эту кончик листика я выброшу. Я такого еще никогда не видела в своей жизни. Что такое получается? Это первый раз. Сколько лет? Я тоже лет двадцать занимаюсь орхидеями. Может и больше. Ну, такого я еще не видела. Ну, ничего. Все бывает когда-то в первый раз. Это я выброшу. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok